Чёрт, 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 ну зачем? Я уже мысленно приготовился к новой волне слёз, криков, но вдруг... Всем привет! Вы на канале Диуфплей, и сегодня мы будем продолжать проходить возвращение в совёнок. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали! А вот и девочки сидят на пирсе, свисив ноги к воде. Хорошая концовка Алиса, к слову. Я подошёл к ним. Долго ждёте? Славя резко развернулась, Лена от неожиданности чуть не свалилась в воду. Семён! Уже пришёл? Мы тут минут пять, наверное. Ну что, как там с Алисой? Да всё пучком. Я искренне улыбнулся. Даже не для того, чтобы дать понять, что сказанное мною не содержит и доли сарказма. Просто потому, что мог улыбаться. Потому что хотел улыбаться. Душа пела, и тело хотелось петь в голос с ней. Ну, если всё хорошо, то это замечательно. Может, будем уже в лодку грузиться? Нам бы ещё успеть к ужину. Да, давайте. Лучше на острове подольше посидим, там здорово. Да, там красиво. Здесь я был полностью солидарен с девочками. Остров ближний – одно из самых красивых мест в этом лагере. Я понял это ещё с прошлой смены. Не зря Лена так облюбовала его. Ну что, занимайте места. Мик и Славя с Леной уже удобно устроились в ближайшей лодке. Для которой заранее были заготовлены вёсла. Мне особое приглашение тоже не нужно. Пусть я давно не напрягал руки, сейчас гребля доставляла мне удовольствие. Пусть занятие это было не из лёгких. Девочки сидели молча. Даже как-то сковано. Лена мечтательно уставилась в сторону острова. Славя аккуратно опустила руки к воде. Будто пытаясь в ней что-то найти. Пускай сейчас в нашей компании повисло молчание. Его нельзя было назвать неловким. В этот момент оно было в самый раз. Просто всем вместе любоваться красотой окружающего нас маленького, но такого милого мирка. Я старался сконцентрироваться на процессе гребля. Но то и дело мельчайшие частички здешней прелести приковывали мой взгляд к себе. Заставляя на секунду забыть обо всем на свете и любоваться этим. В который раз находясь здесь, мне в голову приходит мысль. Я попал в сказку. Такую красивую, сладкую сказку. Даже порой слишком приторную. Но это и неплохо. От созерцания местных чудес меня оторвал легкий толчок лодки. Я и не заметил, когда греб до самого острова. Я выпрыгнул из лодки на песчаный берег. Девочки последовали моему примеру. Вытащив лодку на берег, я присел на песок, разминая уставшие мышцы. Ну что, идем? Одну минутку. Дайте отдышаться. Хорошо. Ой, ребят, у нас же две корзинки. Как нам быть? Как-как? Опять мне выбирать, с кем идти. Семен, поможешь мне? Так, и что же это? Ну ладно, давай. Ну вот и славно. Давайте разойдемся, как полную корзинку набираем, ищем друг друга. Не будем тянуть время. Идем? Ага, давай. Мы с Леной занялись сборкой. Земляника росла здесь почти на каждом шагу. И емкость быстро наполнялась красными ароматными ягодами. Минут через десять мы набрали чуть больше половины. Ты не устала? Лена повернулась ко мне и улыбнулась. Я уже не могу с нее за сегодня. Нет, что ты? Тут уставать-то не с чего. Ладно, тогда... Да. Еще минут через пятнадцать мы почти закончили. В лукошке уже оставалось совсем немного места. И результаты гребли стали явно сказываться. И я устало опустился на траву посреди поляна, сложив ноги в позе лотоса. Просто лето, когда позвала меня пойти с ней. Лукошка, стоящая рядом со мной, зашевелилась. Источником силы, придавшей ему ускорение, была Лена. Она запустила туда руку, взяла полную горсть сладких ягод. И медленно, с выражением блаженства на лице, стала смаковать их. Ты же не против? Ну, нет. Все это как-то странно. Стойте! Мы здесь сейчас одни. Значит... Значит, настало время докопаться до истины. Или хотя бы попытаться. Лена? Да, Семен? Черт, а стоит ли? Определенно. В конце концов, я уже позвал ее. Лена? Что с тобой сегодня? Мгновенная смена эмоций. Она прекрасно понимает, о чем я. Ты про что, Семен? Ты сегодня вся такая радостная. Улыбаешься, спокойно разговариваешь с Алисой. Не стесняешься меня, как обычно. Просто скажи, откуда такая резкая смена настроения, и я отстану. Лена будто застыла в момент с удивленным лицом. Хотя... Можешь и не говорить. Черт, по коже не стоило! Черт, 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 черт! Ну зачем? Я уже мысленно приготовился к новой волне слез, криков, но вдруг... Семен. А где безудержная ярость? Где желание разорвать меня на части в один миг? Да я не верю, что... Это не Лена! Вчера, когда ты ушел, я долго думала над тем, что же происходит. Я... я просто почувствовала, что... Ты только не обижайся, просто... Я просто больше не испытываю к тебе ничего такого. Вот тут поворот! Не то чтобы мне было страшно или обидно... Мне это просто абсолютно непонятно! Я хмакнул. Лена все так же виновата улыбалась. Не, я и не против просто! Разве так бывает? Так полюбила быстро? Ладно. Но я и не против! Теперь, наконец-то, нет никаких проблем. Никакой конкуренции и так далее. Ага. Смешанное чувство в этот момент сражались... Сражались в душе моей. Это так непонятно и так сложно! Но черт! Это, судя по всему, лучший исход событий из всех возможных! Теплая радость охватила меня. В порыве чувств я бросился ей на шею. Ты прости меня за все! За то, что я... Такой! Ничего, ты сделал все правильно! Ты прости, я слишком эмоциональная! Не будем грустить! Давай закончим, да найдем слабо! Тебя же, наверное, Алиса ждет! Сейчас от упоминания Алиса от Лены уже не веяла могильным холодом. Леденящая душу тихая злость... Исчезла! Теперь, похоже, это просто две девочки, подруги. Больше между ними нет меня. И тогда сам... И тогда сам конфликт не существует больше. Ты права. Давай доделаем. Стоило взять лукошко, дособирать оставшуюся ягоду, да и можно отчаливать. Слушай, еще кое-что. Вчера вечером, уже после всего, ко мне зашел один пионер. На тебя похожий. Забавно. Он сказал, что вы знакомы. Мы немного поговорили, в общем. Он пригласил меня сегодня вечером погулять по пристани. Вот и... И никаких сомнений по поводу личности этого пионера у меня не возникало. Нет, сейчас я, конечно, уже не боялся. Я не имел понятия, к чему он клонил, но что-то подсказывало мне, что здесь нет ничего плохого или страшного. Наоборот, это вполне логично. Отбросить только тот факт, что он неизвестно откуда. Хотя, с чего я так решил? Вот вы где. Вот мы где. А вы уже закончили? Разом не сразу опустился с небес мышление сюда. На нашу бренную землю. Да, мы вот так. Я россиян наткнул пальцем на почти полную корзинку земляники. Да, я заметила. Ну что, пойдём? Ещё многое надо успеть сделать. Да, давайте. Минута, и мы уже обратно погружаемся в лодку. И меня вновь ждёт увлекательнейшее занятие. На сей раз основная часть выжить. И почему дорога обратно всегда кажется короче? И запоминаешь из неё меньше. В этот раз Славя с Леной завели какой-то тихий весёлый разговор. Я не слушал их. С каждым грибком физическое напряжение нарастало. Вот уже за стуком сердца в ушах вовсе и не слышно шелеста их голосов. Но грести надо. Я понимаю это и продолжаю. Минут через двадцать мы подплыли к пристани. Я вылез из лодки и устало растянулся на персе. Сильно устал? Да нет, ты что? С неприкрытой издёвкой в голосе ответил я. Славя, давай отнесём землянику. Семён устал, поможем хоть. Хоть кто-то меня жалеет. Ладно, давай. Девочки улыбнулись мне, а подхватили корзинки. Как отдохнёшь, зайди к Ольге Дмитриевне. Нужно будет ещё помочь с продуктами для торта. Ага. Я закрыл глаза. Усталость одолевала. Тёплые лучи солнца и прохладный речный бриз быстро разморили меня. Лежу пару минут, спать нельзя. Ещё придётся потаскать на себе всякий сахар да муку. Сеня! Кое-как открыв заплывшие глаза, я приподнялся и увидел над собой недовольное лицо Алиса. Ты в курсе, что тебе надо сделать и сколько у тебя на это времени? Что сделать, зная, вот время. Да ужин на три часа! Времени у тебя впритык! Ну, ты же мне поможешь. Куда с тобой денешься? Она улыбнулась мне и ехидно подмигнула. Я быстро поднялся. Делать этого не е... Делать этого явно не стоило. Голова тут же противно заныла. Похоже, это разбитость после дневного сна клеймо на всю жизнь. Пошевеливайся давай. Быстрее сделаем, быстрее освободимся. Ага. Действительно, стоило поторопиться. Получить нагоняя от вожатой за то, что не успел отнести все ингредиенты для торта вовремя, не хотелось. Ладно, давайте в кружки. Быстрым шагом за пять минут мы добрались до клуба кибернетиков. Так, тут у них сахар. Не знаешь, где Лена в этот раз тележку брала? Хм. Наверное, около склада есть. Можешь сгонять за ней? Пожалуйста, я пока мешок выволоку. Ладно уж. Жди здесь, если что. Вот, кстати, мне всегда было интересно, на кой хер туда было точить аж целый мешок сахара для одного торта. Непонятно. Ага. Мгновение, и Алиса скрылась за углом клубов. Представив, чем сейчас предстоит заняться, я глубоко вздохнул и вошел. Шурик с электроником сидели за столом и увлеченно чё-то мастерили. Впрочем, как и всегда. В помещении повис приятный запах плавленой канифоли. И чё, он приятный, он наш. И тем, впрочем, у каждого свои вкусы. Это, конечно, замечательно. И всё же я пришёл сюда не за тем, чтобы стать свидетелем того, как на моих глазах восходят два светила кибернетики конца 20 века. «Слава кибернетике! Героям слава!» «Радиоэлектронике слава!» Они не сразу обратили на меня внимание. Но всё же секунд через пятнадцать они оторвались от процесса и уставились на меня, будто увидели привидение. «О, да, привет!» Шурик мялся и выглядел нервным. «Ещё бы! После случившегося вчера ночью любому стало бы не по себе!» «Хоть что-нибудь вспомнил?» Он отрицательно помотал головой. «Ладно, я вовсе не для... не этого начинающего шизофреника проведать пришёл. Мне нужен сахар. Ольга Дмитриевна сказала, что он у вас. А, да, там мешки в кладовке. Шурик, пойдём достанем». Даже сквозь блики очков можно было разглядеть мечащийся туда-сюда взгляд не на шутку разволновавшегося кибернетика. Тем не менее, Шурик всё же пришёл в себя и кивнов непонятно кому вслед за электроником зашёл в кладовку. Оставшись наедине с собой в этой святой святых местной радиотехнике, я тихо прошёлся по кабинету. Везде на полках лежат радиоплаты коробки с радиодеталями. Разные провода, лампочки, светодиоды. И чего у них только нет! Из-за двери в кладовку послышался глухой сток. Я подошёл к ней и заглянул внутрь. Ухте и кряхте, кибернетики выволокли мне здоровый 50-килограммовый мешок с сахаром. Принимай товар! Ладно, дальше уж сам разберусь. И на том спасибо. Оставив кибернетиков возиться с их чудом техники, я взвалил мешок на спину и, покрякивая, вышел на улицу. 50-килограмм на 50-килограммового пионера. Нормально, ничего необычного. На выходе меня уже поджидала Алиса, опёршись на привезённую ею же тележку. Увидев меня, она быстро подбежала ко мне, подхватила мешок сзади и помогла дотащить его до тележки. Ух, спасибо! Я устало опустился на корточки около тележки. Не раскисай, нам ещё закончить надо. Да, а чё у нас там дальше по плану? А так и идём. Вот и медпункт. Не очень мне нравилось это место. Медсестра тут странная. Очень странная. Может, есть смысл попросить Алису зайти за дрожжами. Точнее сказать, за пивом. И, Алиска, сгоняй-ка за пивасиком. Тьфу ты, бля, аж противно. До неё-то Виола домогаться, думаю, не станет. Хотя, кто её знает, коргу старую. Слушай, может, сходишь туда? Чего бы это? Да я медсестру боюсь. Я ехидно усмехнулся. Ладно уж, жди тут. Да куда я денусь? Ей не ожидал, что Алиса согласится. Вопрос только в том, даст ли ей Виола ту бутылку. У Алисы в лагере явно не лучшая репутация помощницы. То ли дело я. Пионер всем ребятам пример. И всё-таки пионер. Тем временем Алиса уже вошла в медпункт. И в данной ситуации мне остаётся только ждать. Через минуту дверь медпункта с шумом распахнулась. Оттуда выскочила Алиса и быстрым шагом с хитрой улыбкой на лице подошла ко мне. Может, на его этот торт? Естественно, аргументом служила та самая бутылка пива. Ехидное выражение на лице Алисы, конечно, давало понять, что она не всерьёз. Я потянулся за бутылкой. Алиса отвела руку в сторону. Слушай, давай не усложнять жизнь. Нам ещё успеть всё доделать надо. О, какой-то порой скучный. Даже в её глазах при достаточном рассмотрении можно разглядеть эту беззлобную хитрую насмешку. Я забрал протянутую ею бутылку и положил в карман шорт, благоразумно прикрыв рубашкой. Так, чё у нас теперь? Да, бутылка пива в кармане в шортах. Тупо так беспалевно! Вообще, ниндзя-хуиндзя. За очередным поворотом нашему взору открылось здание библиотеки. В эту смену я успел побывать здесь только один раз. С обходным листом. А, правде говоря, особого желания заходить сюда я, в общем-то, и не испытывал. Наша библиотекарша, как известно, обладала далеко не самым гладким характером. А ко мне и вовсе относилась так, будто однажды я нелестно выразился при ней о каком-нибудь её любимом литературном классике. Так или иначе, наш путь за мукой лежал прямиком в пристанище ворчливой Жене. Нам ничего не оставалось, поэтому я постучался и вошёл. Женя сидела за своим столом. Когда мы перешагнули порог библиотеки, она бросила в нашу сторону взгляд полный презрения к нам. Жалким, необразованным людишкам! А как она будет их песусить, мы узнаем уже в следующий раз. И сегодня на этом всё, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok